Я понимаю, что творится с нашими жителями, которые приходят ко мне за то, как просто помочь ей сделать газ, довести газ до доновладения. Для того, чтобы сделать газ до дона, необходимо сделать проект. Проект стоит порядка 25 тысяч рублей. Это минималка, 24-25 тысяч рублей. Значит, проект до введения от стены дома до плиты, это еще 10 тысяч рублей. Это получается 35. И плюс, значит, надо пройти экспертизу этих проектов. Экспертиза стоит, ну, где-то порядка 20 тысяч рублей. Вот из 100 тысяч, которые выделяются на газификацию доновладения, 55 тысяч выкидываются только на бумагу. Значит, мы пошли немножко другим путем. Мы договорились с проектной организацией, которая выполнила нам проекты, подводки к дому за 1 тысячу рублей. И 25 тысяч, не 24 тысяч, а за 1 тысячу рублей. На сегодняшний день разговариваем, значит, с подрядными организациями о том, чтобы они выполняли по этому проекту работу. Ответ. Если это будет за деньги собственника, ну, то уже за наличные деньги. Мы готовы. Проект подходит. Вопросов здесь нет. Если это будет по 282-м постановлению, то проект не подходит. Значит, мы должны делать на 5 метрах находится газопровод, а в доме газа нет. Люди пишут везде в прокуратуру, пишут и в президенту, и кому только они пишут, и в губернатору. И все это стоит на том же самом месте. Поэтому, Евгений Павлович, у меня еще раз просьба, тоже по району есть. Еще раз выйти на председателя комитета, на вице-губернатора о том, что 282-м постановление везде изменили в дополнение. Я так понимаю, вы собрали коллектив собственника и сделали коллективный заказ не муниципалитетного, да? Нет, это я договорился с проектной организацией. Проектная организация выполнила эти проекты и продала эти проекты собственникам за 1 тысячу рублей. То есть, вы выступили по среднему. Договорные отношения были между собственником жилого дома частного и проектной организацией. То есть, с одной стороны, были, ну, где-то типовые, наверное, договоры, проекты, и проектные работы в результате удешевились. Но поймите, почему дальше проблема. Когда Лена Долгас берется за полноценную работу, ну, как полноценную, весь комплекс работ, начиная с изыскания, проектирования, проведения экспертизы, проверка сметы, потом выполнение работ, пусконаладка, монтаж, пусконаладка, в конце им, и они все это сдают в комитет, вот так, Гаврилов и типорозаместитель приезжал сюда, им возвращают часть денег, о которых мы говорили. Так вот, в середине идет волшебное слово «экспертиза». Нет экспертизы, не будут никто финансированы. Цинес берет за, допустим, проверку сметы порядка, ну, трех, пяти, семи тысяч рублей, значит, экспертиза берет 20 тысяч рублей. Разница все равно для человека уже большая. Второе, значит, то, что делает Цинес, Цинес проверяет смету в течение трех, максимум, четырех, ну, максимум недели, значит, экспертиза проверяет сметы от месяца и больше. Это тоже временной период. И в третий, и в третий, еще раз хочу сказать, что когда приезжаешь в Цинес, с Цинесом можно разговаривать по телефону и по электронной почте. С проектировщей, с экспертизой разговаривать по телефону и по электронной почте не будет. И человек, если, допустим, человек сдает смету в экспертизу, ему дают замечание, он должен поехать туда в экспертизу, в Санкт-Петербург, забрать это все, привезти проектировщику, проектировщик должен это все исправить, он должен обвести обратно. И вот так вот до бесконечности ему, ну, в три-четыре раза этот человек должен в результате постоянно мотаться. Работы по подключению внутридомового газового оборудования, индивидуальных домовладений к сетям газораспределения, имеются в виду те работы, на которые направляется софинансирование. Это комплекс мероприятий, включающий инженерное изыскание, проектирование, проведение проверки смертной документации или проведение проверки достоверности определения смертной стоимости. Здесь. Здесь. Это единственное слово, мы на сленге называем экспертизой. Нет, 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 нет. На сленге можно назвать все, что уложено. Хорошо, я беру на два слова экспертиза. Я имел в виду как раз вот это, о чем говорится, проведение проверки смертной стоимости. Абсолютно согласен, с Синисом да, потому что деньги областные, Синис я проверяю. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Я разговаривал с Синисом. Как правило, Синис не берет такие мелкие работы. Я заезжал в городе Владимиром и лично с ней разговаривал. Она сказала, я готовый вам город взять. Всегда, когда область дает средства, они, как правило, требуют, чтобы их государственное автономное учреждение, Леноблэкспертиза, проверяла правильность определения стоимости. То есть эксперт доверяет своим экспертам. Если этого требования нет, тогда мы на рыночных условиях определяем это в законной какой-то организации, которая есть право, уже учитывая, как Василий Бердимов сказал, сроки, стоимости и комфорта, скажем, работы с этой организацией. Высокое собрание не возражает. Я за своей подписью сегодня, как решение направлю, как просьбу провести такое совещание. Еще раз обращаю внимание, Василий Бердимович, правильно я понял, что фокус в том, что вы за одну тысячу смогли уменьшить эту стоимость, это коллективное обращение проектировщику со стороны похожих заказчиков. То есть вы выступили под посредником между одним проектировщиком и группой, не знаю, 50 или 100 домов, которые по 1000 рублей. Ну, то есть человек, кто-то проектировщик, сел за проект и где-то типовые схемы, 2, 3, 4, 5 видов нарисовал. Ну, за проектировщиком. Когда мы сделали этот проект, когда мы определили подрядную организацию, которая выполняла проект, говорили еще о том, что они будут делать в параллельных два проекта. Я им сказал, что я готов выйти на проект из Сталинградской области и все-таки решить вопрос, постараться решить вопрос о том, чтобы, значит, эти оба проекта можно было финансировать за счет проекта Сталинградской области. Я вам могу сказать 100%, даже не 99%, что вот те 100 тысяч рублей, которые на сегодняшний день выделяются, я не говорю про льготников даже, это огромные деньги для того, чтобы подтянуть газопровод к стене дома. Не дать соврать газовик, не дать. Вот у нас 250 данных, если по 100 тысяч рублей, это 25 миллионов рублей. 25. Я вам гарантирую, что вот по тем проектам, которые мы делали, ну, процентов на 30, это как минимум, это было бы дешевле. Подвезти к дому. От стены здания в дом везти, я думаю, что поставят плиту, каждый может. Это не такие большие деньги. И вот у него, он показывает даже, куда его подвезти, он знает, где у него стоит плита. Кстати, вот еще уточню, я называл Суммы и текст новый, здесь у всех сторон. Там речь идет о газовой плите. То есть, вот рафинированная такая, обычная ситуация, да? Подвели газ, плиту поставили, капла пока нет. Ушли газовики, монтаж, грубо говоря, завершили. Можно приступать к проектированию и монтажу уже колонки, где будет отопление, горячая вода. В двуххуторном. То есть, первое, вот это льготное. Второе, ну, как грубо говоря, вторым этапом, где-то можно события запараллили. Значит, 25 тысяч это проектов, 10 тысяч это проектов внутри дома, 20 тысяч это экспертизы, еще 55. Получается, 122, да минимум 122, даже те 100, которые дают сегодня в газовом, они даже не вписываются. Поэтому я говорю, что этот вопрос просто надо действительно решать. Вопрос-то ведь вы единственные сами стоят. Я вам могу сказать о том, что в Псковской области там не просто в дом писать плиту. И человек отплачивает, допустим, 30 тысяч рублей, он говорит, вот 30 тысяч рублей я платил, и ему подводят в дом, вводят в дом и говорят, вот принимают. Алексей Ильич, у нас такая же система. У нас только не 30. А теперь нужно прийти, так скажем, примерно, вреду долгаться, поставленную зарплату за распределение, чтобы, ну, от начала до конца, пусть это даже год займет, вот первый раз получить тех условий и написать заявку тут же, наверное, на разработку проекта, строительство и вот в эксплуатацию. Это первый вопрос. Ну, тоже надо посмотреть, если это в рамках постановления 282-го, то вот человек приходит первый раз, подает заявку на получение технических условий, и тут же обговаривается уже проектирование. Мы берем документы, чтобы не занять несколько раз человек, тем более ли это и район, и только город. Мы берем сразу технический паспорт на домовладение, обговариваем то газовое оборудование, которое там будет ставиться, так как все-таки постановлением предусматривается поставка газовой плиты, в основном люди от них отказываются. И потом уже люди приходят заключать договор, который именно на пол постановления. Второй раз. Они заключают договор на постановление, оплачивают 10 тысяч рублей, и мы занимаемся дальнейшими работами. Сделали работу над ошибками, чтобы улучшить наши обращения и наши действия по отношению к людям, значит, мы сделаем так называемое «Единое окно». Вот у нас пришлось и на совещании про руководитель «Единого окна филиала» Мишка Лексона Калюкова Оксана Валерьевна. А по громке можно? Да, старая громко будет говорить. Блин, спасибо. Поэтому, значит, как бы, чтобы уменьшить количество посещений и улучшить качество обращения, значит, человек приходит, обращается в службу «Единого окна». Где, значит, ему популярно объясняют, что он хочет сделать, советуют, как, что лучше, значит, объясняют постановления, какие у нас действуют. Там он может, допустим, обратиться по работе по постановлению, может отказаться в постановлении, то есть за сведение будет быстрее, потому что постановление, сами знаете, оно, как бы, растягивает период, но немножко побольше. Затем, значит, берутся документы все необходимые для того, чтобы это дело закрутились, пишет заявление, пишет заявление, делается проектирование, делается проектирование, и дальше отключает договор на строительно-монтажную работу. И дальше уже происходит, так называемая, строительно-монтажная работа выполняется. После этого делается исполнительная документация, и, как бы, происходит пуск газа. Перед пуском газа необходимо тоже пройти там определенный период, то есть надо заключить договор на техническое обслуживание, обладающего договора, на обрезку и пуск газа. И последний какой-то договор нужен, это договор на поставку газа Сетербург, прием газа. Есть табличка, справка об объектах газификации по Кингизепскому району. Я просил бы Евгения Павловича прокомментировать вот эти сведения. И если возможно, я думаю, что неплохо было бы дать даже в прессу, чтобы люди знали, когда и какие населенные пункты будут газифицированы. Вот таблица, о которой вы говорите, я в начале своей речи сказал. И как раз идет речь о, в начале, два газопровода строительства, подводящих деревням, четыре микрорайона в городе, и два еще, это Новопятницкая и Пустомер же два, которые мы планируем сделать. Это все вот то, что у нас сейчас в работе. А вот то, что у Большого Газпрома, я еще не рассказывал вам. Значит, в 2015 году администрация городской области направила в адрес Павла Газпром предложение по включению в программу газификации региона Российской Федерации до 2020 года эта программа. Следующих объектов расположены на территории Кемсевского района. Их, наберите с терпения, шесть. Газопровод межпоселковый Кайбалово до Тютицы, Велькота, Удуслова с отводом на поселок Непалово. Второй газопровод межпоселковый от Большая Пустомер же до Именницы, Недоблицы с отводом на Манулово. Третий газопровод межпоселковый от ГРС Аполи до деревни Комунар, Керстово с отводом на Промзону. Четвертый газопровод межпоселковый от ГРС Услуга до Индустриальной зоны Услуга деревни Березники, Большие Валдовы за Кемсевского района. Пятый газопровод межпоселковый Коскового до деревни Слободка, Югантово, Дубкин, Ручьи, Вистином с отводом на портовые сооружения. И шестой газопровод межпоселковый, которого многие ждут от ГРС Услуга до Большой Куземкина, Ропша, Ланакюли, Калевей, Кейкина. С отводами на Краколе, Услуга, Преображенка, Выбье, Промзону, поселка Услуга, Малая Куземкина, Бенекюля и Федоровка, Кемсевского района. В настоящее время данные предложения находятся на согласовании в ПАО «Газпром». После подтверждения будут определены ориентировочные сроки выполнения работы. В ближайшие месяца-два губернатор Ленинградской области будет встречаться с руководителем «Газпрома» и подписывать уже документ, в котором будут указаны сроки этой инвестиционной программы развития газопроводов в целом по Кемсевскому району. Мы же, я назвал по этой таблице, работаем уже, скажем, опережающими темпами. Населенные пункты, которые указаны, будут запроектированы и строятся в ближайшие периоды. Буквально недавно произошло, позавчера, опять было это по телевидению с французской. Вот это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Внутри домовое газовое оборудование и внутриквартирное газовое оборудование. Внутриквартирное, уважаемые, мы, чего присутствуют, внутри домовое ухажающая компания. Вот прям вот это разделение, оно сегодня, по крайней мере, непонятно. Там есть специалисты, вопросов нет. Ребята приходят, я расписываюсь, работаю, проверяю все, тем более у меня есть перечень, чтобы проверять. То есть я могу их работу проверить четко, непонятно. А внутри домовое газовое оборудование, кто ничего не знает. Кто проверяет, как проверяет, опасно жить, политиквартирное оборудование, опасно, не знаю. Вот эти два таких момента, которые с вами какие-то оборудования прошли мимо. Хотя требования этих сертификтов межрага, я даже вот я спромно говорю, они справедливы и они требуют, не имеют, так сказать, исполнения. Муниципальный жилищный контроль, по вашему адресу, у нас есть плановый и внеплановый муниципальный жилищный контроль, который запросит управляющей компании, соответствующей вашего дома, имеется ли у них договор, надлежащий организации. Только что касается общего имущества дома. А внутри квартирная, у нас было уже несколько заметок в газеты, вы выходили, да, на эту тему. Нет вопроса. Это вопрос не напрямую к 50-межрагазу, по-старому называют. Вопрос к тому, с кем может заключить человек. Но у нас традиционно. Это рынок свободный, я хочу сказать. Это не обязательство газораспределительной организации или поставщика газа в Петербурге Геонгаза, мы же платим туда. Это вопрос человека, с кем он сможет или захочет заключить договор.